Нежная площадь, наши дни. Сегодня в Москве обменять валюту не составляет особого труда. Достаточно зайти в любой банк или в крайнем случае спуститься в подземный переход. Вас обслужат вполне законно, быстро и качественно. Удивительно, но всего несколько десятилетий назад за такое полагалась тюрьма, а в некоторых случаях даже и смерть. История, которую мы хотим рассказать, началась вот здесь, у гостиницы «Националь». Именно сюда в 1959 году заселился американский экономист-марксист Виктор Перло. Он специально приехал в Советский Союз, чтобы лично ознакомиться с достижениями социалистического строя. И вот в один из дней к нему подошел молодой человек. Он плохо говорил по-английски, но этого было вполне достаточно, чтобы предложить американцу обменять валюту по очень выгодному курсу. Спекулянт отшучивался, дескать, именно такова сегодня экономическая политика Советского Союза. Эта неуместная шутка привела в дальнейшем к роковым последствиям. Последствия можно было бы избежать, если бы о истории не стало известно Микояну. Сам Перло в шутку рассказывает ее Анастасу Ивановичу. А тот во время охоты пересказывает Хрущеву. Никита Сергеевич приходит в ярость. Валютчики, спекулянты, не бывать. Передать все дела по незаконным валютным операциям из Министерства внутренних дел в КГБ – главное требование Хрущева. Решение будет приведено в исполнение уже через год, в мае 60-го. Так заработает мощный аппарат возмездия, запущенный с самого верха. Сергей Михайлович Федосеев, пожалуй, лучший контрразведчик того времени. Создать новую службу поручают ему. Перекрывать каналы черного рынка и искать валютных главарей. Теперь будет второе главное управление КГБ. Главная задача – полная нейтрализация. Советская власть и руководство партии правительства, конечно, очень жестко относилось к этим вещам, поскольку они покушались на самое главное, они покушались на устои советской власти. Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы. Автор статьи «Королей капуста» в газете «Московский комсомолец». Член Союза журналистов Москвы, профессор, член-корреспондент Академии безопасности. Что такое советская власть, помимо электрификации всей страны и коммунизма? Советская власть – это безраздельное право на абсолютную монополию всего. Монополию идеологии, на монополию моды, на монополию вкуса, на монополию заработка. Опытные сотрудники КГБ долго недоумевали, почему им доверили ловить тех, кого они никогда не ловили. Органы госбезопасности были очень далеки от этого. Александр Громов, полковник в отставке. В 60-х годах младшего первополномоченной КГБ. Специалист по валютно-спекулятивным делам. На его счету десятки раскрытых дел и пойманных преступников. И поэтому, значит, на первых порах мы, конечно, общую картину, потом, значит, выявляли сначала методом проб и ошибок. Не теми людьми поначалу занимались, выходили на мелочь пузатую какую-то, прежде чем добрались до этих эрифеев. Тем временем Хрущев делает очередной выпад в адрес Америки. «Мы вас закопаем!» – буквально кричит он на весь мир. Соперничество с США всегда было для Хрущева первостепенным. На это он никогда не жалел сил. Ни финансовых, ни человеческих. «Если вы будете ухать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будет ухать». Именно поэтому в долларах ему видится личный враг. И он берет контроль за работой новой службы на себя. В первую очередь, по советам специалистов, было решено проанализировать московский черный рынок валюты. А началось все с 1957 года, когда в Москве проводился фестиваль молодежи и студентов. Я тогда был еще студентом, но работал переводчиком с иностранной делегацией. Поэтому я видел своими глазами, как все это начиналось, с какой мелочи и как это все мужало. Вячеслав Богусевич, полковник в отставке. В 60-е годы младший оперуполномоченный КГБ. Разоблачал и перекрывал контрабандные каналы. Участник и очевидец ареста главарей спекулятивного валютного рынка. Началось обмена сувенирами мелкими, значками, шапочками, майками. Руководство страны принимает беспрецедентное решение. Немного приподнять железный занавес, чтобы прорекламировать победы социалистической экономики на мировом уровне. Пусть посмотрят, нам скрывать нечего. Иностранец благодаря фестивалю молодежи меняется. Теперь он уже не отрицательный герой. Определения враг или шпион остались в прошлом. А сам иностранец перестал быть выходцем только из соцлагеря. Фестиваль позволил большому количеству наших соотечественников накупить у гостей фестиваля вещи. Эдуард Хруцкий, писатель. В 60-е годы работал в газете «Литература и жизнь». Зять председателя КГБ и начальника Гру Серово. Автор нашумевших статей и книг о работе правоохранительных органов. Фестиваль, конечно, создал такой, скажем, батальон фарцовщиков. Молодых людей, которые поняли, что если перекупать у иностранцев, то можно очень неплохо жить. Несколько лет назад такая помощь понадобилась владельцу этой записной книжки, фарцовщику Максу. Вот его жизненная кредо. Жрать, хлестать вино, немного ночных ресторанов, немного кино. Быстрая езда в автомобиле, смокинг хорошего покроя, высмеивание почтенных людей, американская песенка. Вот это жизнь. Главное в жизни – жить для себя. Вот эта самая шпана фарцовская, которая бегала по улице Горького, по объектам показа, хватала иностранцев за шивором, буквально пиджаки с них стаскивала. Список запрещенных товаров расширяется. Его дополняет новый продукт – валюта. 4 рубля – именно столько стоит доллар до реформы по курсу Госбанка. Уже 40 рублей за него дают на черном рынке. В 10 раз дороже. А перепродают и того больше – за 60. Средняя зарплата того времени – 800 рублей. Это всего-то навар с долларовой двадцатки. Спекулянты мгновенно просчитывают прибыль. Правда, оперативники тоже хорошо считают. И теперь это уже оперативники КГБ. Ну, прежде всего, выявили место проведения этих операций, так называемых, в кавычках. Получила название территория Плешка. Она простиралась от метро Дзержинского вниз к Большому театру, по штампу и выше площади Майкновные и туристические гостиницы. Необходимо изучить структуру валютных мошенников. КГБ начинает внедрять своих людей в ряды спекулянтов. Дело в том, что иерархия черного рынка тогда делилась так. То есть была низовая прослойка, так называемые бегунки и рысаки. Те, кто непосредственно скупал валюту мелкими партиями у иностранцев. Те, кто утюжили у Костинец, на Красной площади, на смотровой площадке Ленинских гор. Затем следующая иерархия – это шеф. Это те, кто собирал уже эти мелкие партии, аккумулировал их и дальше переправлял, собственно, главным героем этого действия. Сначала о валютчиках не было известно ничего. Ни местонахождение, ни даже имен. Единицы знали клички. Буонаротти, Ян Косой, Антиквар – это все, что удалось выяснить сотрудникам КГБ. Почти все надежды на поимку уже были потеряны, когда в дело вмешался случай. Буонаротти. Под колокольный переулок 24 сентября 1960 года – это тишейшее место. В одном из этих домов уборщицей работает Ульяна Никитична Бренько. Во время уборки она натыкается на тайник. В тайнике газетный сверток, а в свертке деньги. Таких денег Ульяна Никитична никогда не видела. Но очевидно, что денег много. Сознательная уборщица понимает, что деньги нужно сдавать. Побоявшись идти в милицию, она идет в банк. Первые гости – два солидных молодых человека – пришли к Ульяне Никитичне утром. Представились студентами Востоковедения. Сначала вежливо попросили вернуть сверток. Потом перешли на угрозы, потом на предложение выкупа. Следующие гости пришли через три часа, уже из КГБ. Показали уборщице несколько фотографий. Интеллигента Ульяна Никитична узнала сразу. С утра прошло совсем немного времени. Человека на фотографии звали Вячеслав Файбишенко. Файбишенко Владислав Петрович. Родился 10 октября 1936 года в Киеве. Национальность еврей, беспартийный. В 1957 году окончил Московский энергетический техникум. С февраля 1960-го не работает. Клички Владик и Буонаротти. Он находил человека, который продавал валюту. Приводил, у него были подготовленные места. Он приводил этого человека в одно из этих мест, подъезд какой-то. Он говорит, вот положи сюда валюту. Тот клал. Он с ним рассчитывался. И они уходили. Потом он приводил покупателя валюты. И говорил, вот бери валюту. Тот брал. И действительно, Файбишенко делал сделку, не прикасаясь к валюте. Так Файбишенко удавалось не оставлять ни одного отпечатка на купюру. Установленная слежка дает результат. Файбишенко берут у Большого театра и везут в Лефортово. Буонаротти. Кличка Файбишенко за фантазию и талант. Он был уверен, что неуязвим и ошибся. Но мне с Файбишенко приходилось сталкиваться еще когда КГБ не занималось этим вопросом. Комсомольские отряды проводили рейды по центру города. И вот этих лиц, молодежь, пристававшие к иностранцам, они задерживали, опрашивали их. И я однажды присутствовал в штабе этого комсомольского отряда. И привели туда Файбишенко. И я решил с ним побеседовать. И он мне сказал, что это бизнес и все, и Запад нам поможет. Он даже такую фразу сказал в 59-м году. Но он не знал, что я сотрудник КГБ. Приходя сюда, к Большому театру, Файбишенко мечтает об одном. Большая сделка. Боясь пропустить важного клиента, он ходит на встречи с иностранцами сам. Это его и губит. На допросах Файбишенко ни в чем не сознается. Несмотря на все улики, он решительно молчит. Та небольшая сумма, которую изъяли при задержании, КГБ не устраивает. Для короля валютного рынка это капля в море. Оперативники решают обыскать его квартиру. Обыск ничего не дает. Тогда в камеру к Бонаротте подсаживают агента. Был подставлен агентура. Была придумана легенда, что его сокамерник скоро должен выйти на свободу. Он завоевал определенные доверия Файбишенко. И тот ему рассказал, что в одной из приватных бесед, что он снимал квартиру, жил там. Сокамерники сближаются. Файбишенко просит подставного агента об одном деле. Агент должен сходить к одной женщине и сказать ей, чтобы та не сдавала комнату, которую в свое время арендовал Файбишенко. Оперативная группа срочно выезжает на место. Начинается обыск. В сдвоенной полке оперативники находят целый клад. Для КГБ очевидно, этот клад принадлежит одному из главарей валютного рынка. Позже выяснится, хозяин этого тайника некто купец. Правда, в квартире оперативники нашли еще кое-что. В ножке платинового шкафа неожиданно оказывается 50 золотых английских фунтов. Деньги завернуты в целлофановый пакет. На пакете надпись, две буквы, Я, Р. Файбишенко, узнав об этой находке, бледнеет. Что это за надпись, он не говорит, откуда пакет отвечать отказывается. Ян Косой. Помимо работы по Буанаротти, Федосеев ежедневно получает новые сведения о валютном рынке столицы. Ресторан Арагви давно замечен агентурой, как место, куда часто приходят мелкие спекулянты. Среди них часто выделяют одного человека. Его легко узнать. Он косит. За ним организована слежка. Вскоре становится известно имя Ян Рокотов. По инициалам Я-Р. Точно такие же инициалы нашли в квартире Файбишенко. Сегодня, наверное, его просто схватили, допихали в карманы патроны и пакетики с анашой. Но это были иные времена. Поэтому для ареста необходима была доказательная база их преступной деятельности. Вскоре оперативников ждет еще одна неожиданная новость. Оказывается, между собой спекулянты Рокотова называют Ян Косой. Рокотов Ян Тимофеевич. Родился 27 августа 1927 года в Ленинграде. Национальность украинец. Беспартийный. В 50-м был признан врагом народа. Освобожден в 59-м. Холост клички Ян Вездесущий Ян Косой. Наблюдение за Рокотовым ведется непрерывно. Вскоре оно дает первый результат. Выясняется, что Ян Косой постоянно выходит на контакт с арабскими военнослужащими из советских военных академий. Встречи проходят в ресторане «Националь». Тогда у нас очень много учился арабов военных. Сирийцев, египтян. Весь «Националь» был ими забит. Вы приходите в «Националь», они с нашими девочками там сидят. Он с ними завел очень плотные связи. И он на эти доллары покупал у них лошадей. Ах, да, вы не знаете, что это такое. Лошадки, это значит, или жоржики, это английские фунты, монеты фунтовые, золотые. Вот он покупал эти золотые монеты. За 2800 перепродавал грузинам. Ну, грузинам, азербайджанцам, ну, вот в этом самом, нашим, в этом югу. И нашим артельщикам, у которых денег было огромное количество. И надо было куда-то сбрасывать эти деньги. Что с ними делать? Покладывать куда-то. Лучшие контрабандисты. Такая репутация была у арабов в Советском Союзе. Как не обыскивали их на границе, как не следили за ними, все равно в Москве появлялись новые партии царских золотых. 20 килограммов золотых монет. Столько в июле 60-го их изъяли у арабов на таможне. И если в шуицарском банке такой червонец стоил 9 долларов, то в Москве уже 20. Мы приехали посмотреть на них, как все это выглядит. И смотрим, стоит Рокотов под одним из деревьев, там деревьев. И было очень интересно наблюдать, как выходили вот эти орлы, красавцы, арабы, с усами, высокие такие, симпатичные мужики. А Рокотов, он внешне был очень такой невзрачный. Ну, кличка у него была Ян Косой. У него косил глаз. И среди валютчиков он имел кличку Ян Косой. Он и был Ян Косой. Небольшого роста такое, значит. И вот эта вся гвардия, проходя мимо него, подходила к нему, кланялась, пожимала руку. И он снисходительно, так сказать, кивал ему, здоровался. И это выглядело просто парадоксально, понимаете. То есть они чувствовали, что они от него зависят, что они ему льстят всячески своим поведением. По стране поползли слухи о надвигающейся денежной реформе. В КГБ решили – прекрасный шанс для поимки Рокотова. Все нелегальные рубли должны превратиться в золото. Иначе спасти капитал от гибели расхитители, торгаши и цеховики не смогут. Иначе – полное разорение. Червонцы царской чеканки лучше всего подходят для обмена. Выгодно и надежно. В связи с реформой устанавливается слежка за сотрудниками иностранных посольств. Сумма расходов в рублях дипкорпуса значительно превосходит реально обмененные в Госбанке. Также выясняется, что эти дипломаты в последнее время часто пересекались с Рокотова. В результате этим занимались не только приезжие иностранцы, но и постоянно здесь аккредитованные. Им было это выгодно. И естественно, да, посольство имело там, так сказать, расходы, условно говоря, 10 тысяч рублей в месяц. А обменивало тысячу. Или вообще ничего не обменивало. Чтобы купить золото, нужно иметь валюту. А неиссякаемый источник иностранной валюты для Яна Касова – это сотрудники иностранных посольств. Так вы признаете себя виновным в получении денег? В КГБ это понимают и усиливают слежку. Ну, все непросто было, потому что он же сотрудничал с милицией. Поэтому он много знал, значит, у него был, так сказать, он был знаком с основными методами оперативной работы. Почти сразу к Федосееву поступает еще одна важная информация. Несколько лет назад, когда Рокотов делает первые шаги по криминальной лестнице, он становится тайным осведомителем ОБХСС. Так он защищал свои сделки, оплатил Петровке-38 информацией. Это облегчало работу и ему, и милиции. В выгоде оказывались все. Студенты, которые решили рискнуть и подзаработать, легко шли в расход и отлично проходили по отчетам. Плюс ко всему, серьезные денежные суммы оседали в карманах у некоторых высших чинов МВД. Косой платил им лично. Так Рокотову удалось наладить бизнес не только в Москве, но и далеко за пределами РСФСР. За Кавказье и Прибалтика филиалы рокотовского бизнеса развивались здесь прекрасно. Одно время даже был слух, что между Рокотовым и одним банком в Западной Германии существует тайный договор. Была такая легенда. Я вам легенду эту могу сообщить, но я боюсь за ее подлинность. Так мне представил это дело один человек. Исаак Ферштинский. В 1949 году был осужден по 58-й статье. Антисоветская пропаганда и агитация. Доктор наук, востоковед, ветеран Великой Отечественной войны. Автор цикла рассказа из лагерной жизни. Свой срок отбывал с Яном Рокотовым. Что он договорился, Ян, с какой-то немецкой фирмой. Это немецкая фирма. Когда человек ехал из Германии в Россию, он сдавал деньги в немецкую фирму марки. А приезжал сюда и от Яна получал русские рубли. А когда русский человек ехал в Германию, то он сдавал марку русские рубли и получал немецкие марки. Было так все согласовано, что в результате всего... Во-первых, это была выгодная комбинация по сравнению с ценами и со всем прочим государственными. А во-вторых, эта комбинация давала возможность в больших объемах производить, в сдачу и прием денег. И что самое главное, был очень большой набор. И для немецкой фирмы, и для Яна. Высокие покровители за МВД, как только за Рокотовым устанавливается слежка, легли на дно. Ян Косой тоже осторожничает. Он поручает все крупные сделки своей любовнице, чтобы поймать его было практически невозможно. Любовница для КГБ – фактический провал. Их интересует только Косой. Знали, что он скупает, аккумулирует ценности. А где хранит – не знали. Будучи опытным человеком, Рокотов, видимо, почувствовал за собой слежку и работу в окружении. И решил проверить, действительно он находится под колпаком у КГБ. Прослушать телефонный разговор сегодня не составляет особого труда. Но в те времена это было под силу лишь спецслужбам. И знали об этой возможности немногие. Но Рокотов знал. Он позвонил другу и попросил сохранить чемодан. Он подробно рассказал, где передаст его. И предупредил, чтобы были с чемоданом поосторожнее. На встрече приятели быстро обмениваются несколькими словами. Друг забирает чемодан, и они расходятся. Оперативники арестовывают друга, вскрывают чемодан. А там вместо золота и валюты – старье. Белье, мочалка и банное мыло. Рокотов в панике. Он понимает, что за ним следят. Он прекращает спекуляцию, прекращает полностью. Это был очень умный, хитрый, довольно подготовленный в оперативном плане. Сказалось, видимо, его сотрудничество с милицией. Нам долго не удавалось поймать его. Но неминуемо наступает день, когда последний раз продумывается план действий, и кольцо вокруг преступника сжимается. Рокотов хоть и не торгует валютой, но хочет сохранить оставшиеся. Квартира, в которой лежат все богатства Касова, КГБ известна, думает он. Но все же рискует. Рокотов вывозит чемодан с золотом и валютой из квартиры. Решает перевезти на ленинградский вокзал в камеру хранения. Рокотов уверен, что о перевозке никто ничего не узнал. Зафиксировали, что он принес чемодан в камеру хранения ленинградского вокзала. Теперь уже научно и горьким опытом, мы очень внимательно и осторожно вскрыли и обнаружили, что там действительно находятся ценности. Однако Рокотов неспокоен. Он боится, что его чемодан могут выдать по ошибке другому человеку, и тогда он лишится всего. Касой возвращается на вокзал, заходит в ресторан и садится в электричку до Загорска. «Случайно тут раскрылось это дело. Пришел ко мне Шапира, твой застил печаль старик. Сказал, не миновать тебе, раздавел. Он доезжает до Пушкина и перед самым отправлением бросается к выходу. Двери захлопываются сразу, как он выскакивает из электрички. Он возвращается на вокзал и спешно идет к камере хранения. Вечером, часов в 11 ночи, явился в камеру хранения и потребовал свой багаж. А к этому времени мы установили круглосуточное наблюдение. За ним уже мы не наблюдали, только за этими ценностями. Ленинградский вокзал, 2340. Подойдя к камерам хранения, Рокотов внимательно оглядывается. Ничто не вызывает у него подозрений. Дождавшись очереди, он протягивает талон. Приемчик смотрит на квитанцию, берет ее и уходит за багажом. Неожиданно у стойки оказывается лыжник. Когда Рокотов берет чемодан, лыжник вдруг заламывает ему за спину руку. С другой стороны, его хватает молодой человек, который только что стоял рядом с девушкой. Это не мой чемодан, кричит Рокотов. У меня был черный. Не ломайте комедию, молодой человек. Вежливо просит его. От отчаяния Рокотов прокусывает себе ладонь. Это последнее, что он успел сделать на свободе. В чемодане под чистыми сорочками Рокотов прятал капитал, нажитый далеко не чистым путем. Всего оборот рокотовской фирмы составлял 20 миллионов рублей. Только у одного Рокотова было найдено золото и валюты на полтора миллиона. Внушительно. Неправда. Теперь двое из трех валютных королей оказываются за решеткой. Остается последний. Антиквар. Антиквара тоже выдает случайность. Агенты КГБ фиксируют на плешке продажу иконы. Обращают внимание, что продавец незаметно передает покупателю телефон. Мгновенно устанавливают в номере иностранца прослушку. Иностранец звонит только один раз. Ветерану войны Раисе. И настоятельно просит ее назначить ему встречу с Дмитрием. Ей звонили. И она назначала встречи. Потом звонил Яков Лев ей. И она ему говорила, у тебя у памятника, значит, первопечатнику встреча с таким-то во столько-то, у Большого театра во столько-то с таким-то, у входа в метрополь во столько-то. Ага, все ясно. Агенты КГБ идут по следу и приходят с ордером на обыск к Дмитрию. Фамилия Дмитрия – Яковлев. Он вынужден пустить гостей в квартиру. Яковлев Дмитрий Дмитриевич родился в 1927 году в городе Пскове. Национальность русский, беспартийный. В 1954 году окончил Всесоюзный заочный институт советской торговли. Клички Дим Димыч и антиквар. Золото, антиквариат, валюта. Все это находят на квартире спекулянта. Дмитрий любит старину, поэтому ему и дали кличку «Антиквар». Он, например, он скупал золотишко, но никакой, а не монеты, как Ян, изделия, кольца. Там в Москве было очень много, ходило по Москве изделий. И всякие разные дореволюционные старухи, которые спрятали, когда ЧК лечила всю Москву от золотухи, они спрятали все золото как-то очень удачно. И потом уже в мое время они их продавали. Продавали замечательные кольца, замечательные бриллианты продавались. Вот Дим Димыч был на это очень настроен. Скупал, кидал, обманывал, мог сунуть куклу. Вот такой он был человек. Яковлев, как и Ян Косой, работал осведомителем в ОБХСС. Ему оказывали всестороннюю поддержку. Покрывали в махинациях, восстанавливали в Плехановском, где Дмитрий был аспирантом. Яковлев признается в содеянном сразу и мгновенно переходит к даче показаний. Активно сотрудничает со следствием. Из всех троих только он. Надо сказать, что выбор Федосеева на роль начальника службы по борьбе с незаконными валютными операциями был, конечно, оправдан. Очень скоро он показал, на что способен. В течение года, даже менее года, по сути, черный рынок был обезглавлен. Основные лидеры, основные главари черного рынка были задержаны, арестованы с поличным. Арестованные не напуганы, что им грозит. Нарушение правил валютных операций. 88-я статья и все. А это от 5 до 8 лет лишения свободы в колониях всего-то общего режима. Ну, Файбишенко, он, так сказать, по молодости лет так рисоваться любил, показывать свою значимость, которой на самом-то деле не было. Рокотов был человек себе на уме, он больше, так сказать, старался как раз держаться в тени, в том числе и наследствии. А этот Яковлев, он полностью разоружился. Он рассказал все. Он рассказал о всех своих преступных делах. Он рассказал о всем черном в рынке, все, что он знал. Все ждут суда. И Яковлев, и Файбишенко, и Косой надеются на низшую планку. Но и 8 лет их не расстроили бы сильно. Тогда они даже не предполагают, что за приговор ждет их на самом деле. Тем временем Хрущев выдает новый лозунг. Каждый год новый шаг к коммунизму. Новинка советской авиации. Финтокрыл. Своеобразный гибрид вертолета и самолета. Больше всего Хрущев не любит критики. А особенно критики, которые исходят от западных соперников. Судьбы валютных королей решил упрек Хрущева, который он бросил в западном Берлине. Под крылышком оккупационных властей город превратился в грязное болото спекуляции. И черная биржа здесь правит бал. Вот его слова. Ответ был не менее едким. Такой черной биржи, как ваша московская, не сыскайте во всем мире. Все было решено. Еще в самолете Хрущев просит подробно докладывать ему о ходе суда над спекулянтами. Ну тогда Хрущев кричал диким голосом. Я удивляюсь, что не расстреляли полу улицы Горького, которые все же фарцовали. Уже весной 1961 года Президиум Верховного Совета СССР в срочном порядке постановил увеличить срок за нарушение правил валютных операций и контрабандную деятельность. До 15 лет теперь выросла верхняя планка наказания. Когда Хрущев узнал, что к пойманным спекулянтам нельзя применить и 15 лет, он впадает в ярость. Обожглись на молоке, теперь на воду дуете, кричит Хрущев на подчиненных, припоминая им недалекое прошлое. Суд меняет свое решение. Всех троих приговорить к 15 годам, как к максимально возможному сроку. Рак души, стервятники держат ответ, рабы желтого дьявола. Заголовки передавиц идут на помощь суду. Возмущение вскипает по всем направлениям. Простые рабочие и те не остались в стороне от происшедшего. Из письма сотрудников Московского завода приборов. Они хуже предателей. Они давно уже трупы, и мы просим вас, чтобы таким же другим неповадно было приговорить всю эту преступную шайку к высшей мере наказания. Расстрелу. Чтобы не поганили они впредь неподкупную репутацию честных советских людей. Но Хрущева этого мало. Вы считали, какую банду изловили в Москве? И за все ее главарям дали по 15 лет. Да за такие приговоры самих судей судить надо. Хрущев не стесняется даже косвенных угроз. Есть чему испугаться. Результат не заставил себя ждать. Снимают с должности судебного работника Громова. За мягкость в отношении к подсудимым. И это после того, как Громов дал срок вместо 8 лет 15. Хрущев не был доволен судьями. Ему было важно утешить собственное самолюбие и, чтобы не было повадно другим. Фраза, брошенная в Берлине, оказалась для трех спекулянтов смертельной. 1 июля. Еще одна поправка. Лично Брежнев, председатель Президиума Верховного Совета, подписывает указ об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций. Теперь высшая планка, высшая мера. И светит она в первую очередь Файбишенко, Рокотову и Яковлеву. Через два дня генпрокурор вносит касационный протест на мягкость. Верховный суд принимает дело к разбирательству. Развязка все ближе. Надежд на спасение у подсудимых больше нет. Суд носил совершенно омерзительный характер. Ему, Яну, не давали возможно заговорить. Всякий раз, когда он говорил о том, что он в свое время осужден, был несправедлив, а по статье 58.10 за политическое преступление я сидел в лагере 7 лет, все это не принималось во внимание. 19 июля 1961 года. К высшей мере наказания Рокотова, Файбишенко и Яковлева приводят всего за два дня заседаний. О черной московской бирже на Западе больше никто не вспоминал. Появились разговоры о несправедливой политической и судебной системе в СССР. Эти новые высказывания ничего решить не могли. Валютных королей расстреляли в этом же году. Это произошло в Бутырской тюрьме в Пугачевской башне. 33 года спустя 88-ю статью отменил Борис Ельцин. Она до 1994-го существовала в том виде, в каком ее хотел видеть Хрущев. Кроме Файбишенко, Рокотова и Яковлева, по этой статье не расстреляли больше никого. Да и сроков больших тоже не было. Личные амбиции Хрущева стоили жизни троим валютным минялам. Я думаю, что и Яковлеву, и Файбишенко, и Рокотову им просто не повезло. И живи они сегодня, вот в нынешнюю эпоху, конечно, они вполне могли бы стать властителями дум, олигархами. И именно они бы сегодня были бы, скажем так, главными героями светских раутов, но при этом с положительным знаком качества. У нас сегодня даже во власти присутствует немало людей, которые в свое время были осуждены по 88-й статье за незаконные валютные операции. Чем, кстати говоря, даже немало гордятся, называя себя пионерами рыночных отношений. То, к чему стремился Никита Хрущев, так и не произошло. Коммунизм в России построить не удалось, а поколение, которое должно было жить при этом коммунизме, живет теперь совершенно в другом мире. И валюта теперь торгует в любом подземном переходе. Тогда, в 1961 году, Хрущев поступился главными юридическими принципами цивилизованного мира. Он доказал, что закон может иметь и обратную силу. Доказал это ценой у трех жизней. Хрущев многое понял и о многом жалел, оказавшись на пенсии. По крайней мере, так говорят его близкие родственники. Неизвестно, пожалел ли Никита Сергеевич о том, что подписал тот смертный приговор. Но очевидно, что приговор этот на его совесть. Субтитры создавал DimaTorzok